Автомобили «Москвич» хорошо знакомы всем, кто жил в СССР. Кроме узнаваемого дизайна, они еще имели очень запоминающийся значок. Внешне он выглядел, как хромированный многоугольник, в котором на красном фоне расположили шпили и зубцы московского Кремля. Но потом в одночасье интересный логотип заменили на скудную и невыразительную аббревиатуру «АЗЛК». Шильдик с Кремлем впервые появился на автомобиле «Москвич-402», выпущенном в 1956 году. Это была очень современная модель, над которой помимо инженеров МЗМА трудились еще специалисты Горьковского автозавода. Автомобиль должен был показать силу советского автопрома и узнаваемый яркий логотип в таком случае просто необходим. В 1964 году свет увидела уже новая модель «Москвича» за индексом 408. Шильдик несколько изменил очертания, но силуэт Кремля на красном фоне и надпись «МЗМА» остались. Если дизайном автомобиль отличался от предшественника достаточно сильно, то по броскому логотипу было очень легко понять, что перед нами «Москвич». Но вот наступил 1968 год, и предприятие сменило имя. Вместо московского завода малолитражных автомобилей его теперь стали называть автомобильным заводом имени ленинского комсомола. Это нашло свое отражение и в эмблеме, где буквы «МЗМА» заменили на «АЗЛК». Правда, разглядеть это можно было только подойдя, что называется, впритык. Логотип с силуэтом Кремля успел побывать еще на одном автомобиле. Это стал выпущенный в 1974 году «Москвич 2140». А вот потом пришли 80-е, и вместе с ними понимание, что надо что-то менять. В жизни в стране, ну или хотя бы в эмблеме автомобиля, оптимизаторы, потирая руки, взялись за дело. В результате за десятилетия «Москвич» лишился множества, в основном декоративных элементов. Так, с декоративной решетки пропала хромированная окантовка, с передних крыльев из-под заднего фонаря исчезли шильдики. Задние стойки лишились стояночных огней. Чем-то помешали, опять же, декорированные хромом колпаки и даже расположенные за передними колесами грязезащитные щитки. Пространство между задними фонарями перестали красить в черный цвет. Ну и логотип тоже изменился, причем под ребрендинг подвели научное объяснение. По мнению главного конструктора предприятия, логотип выглядел архаично, и его давно пора было заменить. Аббревиатура АЗЛК, наоборот, подчеркивала и приводила к единому стилю все декоративные элементы, расположенные на кузове автомобиля.